1 Петра, 2 глава и 9 стих. Но вы, род избранный, царственное священство, народ, святые люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Этот стих говорит, это один из наилучших стихов, который очень прямо говорит, что священство, священство уже в Библии, это священство святых. Мы, как баптисты, это если вы хотите знать, кто это такой баптист. Мы баптисты не потому, что есть какой-то там контроль где-то, я баптист из-за переубеждения. Баптисты всегда была вот именно одна группа на планете, на земле, от времени Иисуса Христа до сегодняшнего дня, которые были против, против любая группа, которые получили политическую власть и начали властвовать над совестью людей. Мы всегда были за свободу совести, всегда баптисты. И даже когда приглашали баптисты быть самые важные, самые властные, главные религии в каком-то народе, отказывались, потому что это нельзя по Писанию. Мы были такие, которые всегда сказали, что вот теперь как раз Иисус Христос умер на кресте, и как раз Он воскрес, как раз уже Его смерть за нас была уже жертва, и как раз эта жертва сам по себе достаточно. Нельзя добавлять ничего к этому, нельзя продолжать эту жертва. Жертва Иисуса Христа сам по себе достаточно спасти людей. И теперь нету особых классов, высших классов, так как было в Ветхом Завете. Нет сегодня, хотя бы по Божьему программу, священства. Нету ничего подобного, как кумство, нет ничего подобного. Мы все, если ты спасенный, ты уже священник в глазах Божьих. И мы, как священники, мы призваны именно жертвовать, без кровавых, конечно, жертвы, жертвы духовные к Богу. И вот, и наш Господь Иисус Христос, Он первосвященник. Но этот стих говорит, что мы, как духовные священники, и имея эту в виду, эту истину, которая есть в Новом Завете, я уже хочу возвращаться здесь, туда, здесь, в Ветхом Завете. И в Первой книге Царства мы встречаемся с человеком по имени Ильи. И он тоже и был священник. И как священник, у него есть несколько уроков из его жизни, которые, я бы сказал, что очень полезные и очень нужные сегодня для нас, братья и сестры, чтобы мы не только начали хорошо, но чтобы и закончили лучше. Это одно начать хорошо, это совсем другое, кончится, ну и потом кончится плохо. Я не хочу, чтобы мы, как верующие, начали очень горячее, начали очень хорошо, начали очень в высоком уровне, и потом вот кончили плохо. Это не то. У нас эта проповедь, это такой вид проповед, который мы называем биографическая проповедь. Я бы хотел смотреть быстренько хотя бы поверхностью на жизнь этого человека, смотреть на его хорошие стороны, смотреть на его недостатки и смотреть на то, что Бог сделал из-за того, что из-за этих недостаток или из-за этих проблем и грехи, которые были в его жизни. И вот, так что вот давайте, давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, за эту книгу, за слово Твое. Молимся, чтобы Ты сегодня благословил, и чтобы Ты получил все славы, чтобы Ты именно и Твоя воля, чтобы была сделана в нашей жизни. Господь, молюсь, чтобы Ты благословил каждый брат, сестра, и чтобы эти уроки жизненные дошли до их сердцах. Дай нам, Господь, и хорошо начать, и хорошо в своих глазах, и кончить свой бег. И, Господь, мы это все молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Хорошо, самое первое. Давайте посмотрим на хорошие черты Ильи. Давайте вот читаем Ильи, первая глава. И вот, давайте вот здесь 14 стих. И сказал ей Ильи, доколе Ты будешь пьяною, вытрезвись от вина Твоего. Смотрите, пожалуйста, вторая глава. И 22 стих. У нас нет времени просто читать весь эти четыре глав. Ну, хочу, чтобы мы просто переборочно вот читали несколько здесь стихов. 22 стих. Ильи же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в Скиною собрание, и сказал им, для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слышали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерть. Самое первое, это очевидно, что у Ильи было очень хорошее, развитое чувство, то, что правильно и то, что плохо. То есть, он знал разницу добром со злом. Он знал, что вот, он достаточно знал о Боге, он достаточно, у него было чувство нравственности, и он знал, что было написано в Библии. Так что он знал, что пьянство это плохо, он знал, что вот прелюбодеяние плохо, он знал, что вот такое, он, конечно, это все знал. Библия говорит, что мы должны быть дети света, мы должны сиять. Мы как, это немножечко парадокс, и иногда это тяжело, братья и сестры. Но если к тебе Господь призвал, если Он тебя спас, Он положил тебя не совсем, как сказать, в ловком положении. Тебе придется теперь проповедовать против того, что ты раньше сделал. Аминь. И это одно, когда человек просто молчит. Это другое, когда человек претендует, как будто он никогда подобного не занимался, когда он этим и занимался. Это второе, самое правильное, такой подход, это когда человек со смирением говорит, что да, я раньше был таким, но Господь меня спас. И Он меня спас и избавлял, и Он может и тебя спасать, и Он спасет, и избавляет тебя от подобного греха. Аминь. Аминь, братья и сестры. У него был хотя бы, хотя бы чувство, что такое добро, что такое зло. Первая глава, семнадцатый стих. Давайте читаем. Первая глава, семнадцатый стих. Мы здесь видим. И отвечал Ильи, и сказал, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прощение твое. Чего ты просила у него? Она же сказала, да, найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла она в путь свой и ела, и лице ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой, в раму, и познал Элкана, Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господ. И через несколько времени зачала Анна, и родила сына, и дала ему имя, Самуил. Ибо говорила она от Господа, я испросила его. То есть, мы видим здесь, что еще была хорошая черта. Что у него было общение с Господом. Бог отвечал его молитвой. У него была сила с ними, и, братья и сестры, нам надо сами выращивать такое отношение с Господом, чтобы нашей молитвой что-то стоит. Я думаю, что это комплимент, когда люди именно ищут, чтобы ты молился за них. А ты такой, ты такой христианин, что, может быть, другие здесь на собрании говорят, ой, мне очень нуждаются здесь молитвы, и я хочу, чтобы именно эта сестра молилась, потому что я знаю, что она молится. И когда она молится, я знаю, что Господь слышит. Он был таким. Дай Бог, чтобы мы были такие. Повторю вот то, что меня очень давно впечатляло, когда было интервью или побеседование с кандидатами миссии. То есть было миссионерское общество. И человек, который начал это миссионерское общество, у него был здесь, в Европе, евангелизации. Было несколько лет и почти, почти пара месяцев до того, как Гитлер напал на эту территорию. Но у него было, он открыл, или как сказать, он нанимал большие такие стадионы. И все эти стадионы были полно. То есть это был практически самый последний человек, который евангелизировал именно в Европу, в Болгарию, в Венгрии, в Румынии, именно при Балтиках. Он там евангелизировал, и потом вот уже началась эта Вторая мировая война. Ну, надо смотреть на эти фотографии. Впечатляет. Представляешь, если самый большой такой стадион в Киеве, допустим, что все собрались не просто смотреть на футбол, но чтобы слышать Евангелие. Разве это не было бы что-то? Аминь. Его зовут Джеймс Стюарт. И он, конечно, не был харизмат, он не был какой-то еретиком. Он был хорошим человеком. И этот человек помогал пастор нашей миссии. Но он уже умер пару лет назад. Но он его помогал делать такие собрания. То есть собрание три раза в год делается, и длится на целой неделе. И собрание три раза в день. И они молятся утром, молятся вечером, общаются, кушают и проповедуют, и поют. И все, что делается. Аминь. Хорошая. Джеймс Стюарт. И когда были какие-то там кандидаты, чтобы служить как миссионер, он задал им несколько вопросов. Но самое первое было, Господь отвечает твоей молитвой. Это хороший вопрос. Аминь, братья и сестры. Так Илья, здесь у него было хождение с Господом. А третья глава. Смотрите, еще есть одна черта жизни Ильи, которая стоит повторить. Третья глава. И с первого стыка. Отрок Самуил. Отрок Самуил служил Господу при Ильи. Слово Господне было редко в те дни. Видение было нечастым. И было в то время, когда Ильи лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и они не могли видеть. И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий, воззвав Господь к Самуилу, и отвечал он, вот я. И побежал к Илью, и сказал, вот я, ты звал меня, но тот сказал, я не звал тебя, пойди назад, ложись. И он пошел и лег. Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу, и он встал, и пришел к Илью вторично, и сказал, вот я, ты звал меня, но тот сказал, я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись. Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне, и воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал, и пришел к Илью, и сказал, вот я, ты звал меня. Тогда понял Ильи, что Господь зовет отрока, и сказал Ильи Самуилу, пойди назад, и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори Господи, ибо слышит раб твой, и пошел Самуил, и лилог на место своем. То есть этот человек, Ильи, был способен видеть, он узнал, когда была рука Божия на других, даже когда они сами это не видели, и когда они сами это не поняли. Этот человек, у него было духовное развлечение. И часто, я заметил, в поместных церквах, когда Господь начинает призывать один из этих людей к служению, часто другие, более старые, знают этот до того, как даже сам этот человек знает. они просто знают, что Господь будет тот использовать. И он помогал его понять, и как отвечает этот призыв на его жизнь. И дай Бог, чтобы мы тоже были подобны, чтобы мы тоже были подобны, помогать вот те, которые хотят служить Господь, чтобы мы были вот такие, которые смогли им давать какую-то инструкцию, помогать им служить Господь, потому что, братья и сестры, я не знаю, как о вас, но мне кажется, что этот век очень коварный, этот век очень грязный, очень нечистый. И служение нашего Господа что-то стоит, братья и сестры. Имя Иисуса Христа стоит, чтобы где-то на земле было группа людей, которые прославляют Его имя, проповедуют Его Евангелие так, как надо. Аминь. И вот. И еще вот здесь была черта. Это 4 глава и 13 стих. Когда пришел Он, Ильи сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел. Ибо сердце Его трепетало за ковчег Божий. И когда человек тот пришел и объявил в городе, то громко восстанавливал весь народ и услышал Ильи звуки вопля и сказал, отчего такой шум? И тот час подошел человек тот и объявил Илью. Ильи было тогда 98 лет, и глаза его помертли, и они не могли видеть. И он потом сказал, что вот, он потом сказал, что вот его сыновья в 17 стихе, что они умерли. И самое последнее, и ковчег Божий взят. Когда упомянул он о ковчеге Божьем, Илья упал со седалище на вничь, у ворот. Вот, и вот. То есть, видно здесь, по этими словами, что его сердце было именно за Божьи дела. Здесь написано, то есть, как будто он ожидал кое-что от Господа к сынам его. Но когда он слышал о Божьем ковчеге, он, то есть, было видно, уморок, и он упал. Так что, когда человек имеет правильные приоритеты, Христос учил нас, что вот, если человек поставит детей, родителей, что-то другое, или что-то больше, или выше, его, он не достоин быть ученик. Он так и сказал. И поэтому, братья и сестры, мы говорим, что самое наиважное отношение в твоей жизни, самое наиважное дело, это выращивание личное общение с Иисусом Христом. Самое важное. Некоторые считают, это сектант. Что это такое? Ты хочешь говорить, чтобы детки покидали своих родителей, чтобы... Мы так не говорили и не воспространяя сплетен. Аминь. Иисус Христос учил, что самое наиважное отношение в нашей жизни, это Он Сам. И это не потому, что Он какой-то эгоист, это потому, что это факт, это реально. Когда у человека есть Иисуса Христа на первом месте, тогда Он и идеальный гражданин, Он идеальный сосед, Он идеальный отец, Он идеальный муж, Он идеальный наемник и работник и работодатель. Он идеальный. Почему? Это благодаря Иисусу Христа. Аминь. А посмотрите на тех, которые не поставят Его на первом месте. И смотрите, что будет. Поэтому у Ильи видно, что у него было вот приоритеты на правом месте. Он поставил ковчег Божий даже выше его сыновья. Стоит, братья и сестры, иметь такие черты в нашей жизни. Но, но здесь следующий, второй пункт, то, что я хочу смотреть, у него было не столько недостаток. И вот, первая глава и двенадцатый стик. Когда мы занимаемся, когда мы тренируемся, всегда делаю ударение на то, что, братья, чтобы вот мои детки, когда мы тренируемся в этом каджу-гембле что-то, давайте, чтобы так, чтобы было всегда лучше. Лучше. Мы не совершенные, мы не, конечно, идеальные, и каждый день, но каждый день можно, когда мы что-то делаем, когда мы занимаемся, когда тренируемся, можно так, хотя бы, чтобы что-то было лучше. Аминь. И в нашем христианском характере тоже. Да, мы не идеальные, да, мы не сами-сами, но давайте, чтобы было хоть немножечко лучше. чтобы было лучше вот это духовное развлечение, чтобы было именно немножко лучше, как было в жизни Ильи. Но, тем не менее, когда же у нас всегда какие-то там недостатки, и давайте, чтобы не было вот такие недостатки. Вот, первая глава, двенадцатый стих. «Между тем, как она долго молилась пред Господом, Ильи смотрел на уста ее, и как она говорила в сердце своем, а уста ее только двигалась, а не было слышно голоса ее, то Ильи шел ее пьяною. И сказал ей Ильи, доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». И вот. И она потом сказала, что это, конечно, не так. В чем дело, хотя у него был с одной стороны духовное развлечение в делах у некоторых, у него был какой-то именно критический такой дух. Не было так развито его духовное развлечение, чтобы понять. А ты знаешь разницу между пьяницей на улице, на базаре и женщиной, которая молится? А ты знаешь? Надеюсь. Но он не знал. Он не знал. Он духовный вождь. Он духовный наставник. Это его дело знать людей. Аминь. Он тогда, в Ветхом Завете, он и был посредником между Богом и людьми. и здесь чем он занимается? Он облегчает, критикует, обвиняет людей о том, что они не сделали. И вот. Браты и сестры, тем дальше, тем дальше я в служении. Я заметил, что просто стоит молчить. не делай из-за что-то, которое не совсем не ясно, не совсем, но то, что непонятно, еще не стало известно, не делай такое большое внимание на то, что ты видел, то, что ты, может быть, слышал у людей. Браты и сестры, мы не всемогущие, мы не всезнающие, аминь, и мы не вездесущие. Я не Бог, и ты не Бог. И только Бог знает, что в голове другого человека, и только Бог знает и может судить намерения и мотивы сердца другого человека, и да, когда дела человека, его поведение, когда все ясно, тогда все ясно. Но я заметил, что мы способны прыгать на вывод от другого человека, и это именно основано на чем? Ну, у них был такой взгляд сегодня. Взгляд. Ты собираешься уже облегчить, судить, критиковать, унижить, все остальное вот именно этот человек из-за того, что было не тот взгляд, но может быть у них было дурное настроение, аминь, у тебя тоже бывает, у каждого здесь, каждого из вас, если я реагировал на твою морду, 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 мы бы с вами были вот уже каждое воскресенье. Нельзя, братья и сестры, нельзя. Морд, морду и морг. А? Одно и то же, это точно. Нам надо духовное развлечение, и пока дело не выяснится, лучше не прыгать на какой-то вывод. Нельзя, нельзя спешить судить других людей и их поведение. Придется день, когда все откроется, и потом все будет кажется, что все было не совсем не так, как мы считали. Бывает так, что мы убеждены, что тот брат против меня, эта сестра меня не любит меня, они что-то, что-то, я не знаю, что, но может быть, они смотрят на тебя одновременно, когда ты на них смотришь, и думают одно и то же. Разве это так глупо? Но сатана так работает, братья и сестры. Именно в этих делах сатана любит, это его как детский сад, это игровая такая площадка для сатаны. И нам нельзя давать ему такое место играться просто в нашей жизни. Ну вот, еще недостатка у него было такое, он не воспитывал своих детей. Вторая глава и 29 стих. 29 стих. «Для чего же вы попираете ногами жертвы моей и хлебные приношения мои, которые заповедовал я для жилища моего, и для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя как начальниками всех приношений народа моего Израиля? И 3 глава 13 стих. «Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не что обуздевал их». У меня такое ощущение, что жена или я, она умерла, когда они были молодые, ни разу не упоминается имя жены Ильи, ни разу. И я заметил, что когда есть трудности в жизни детки из-за нас, родители имеют какую-то там склонность или тенденцию просто разбаловать таких детей. «Ой, бедный, ой, бедный, ой, бедный, ой, бедный». Вот. Они начинают оправдывать, они начинают извиняться за них. Начинается очень рано здесь на собрании. Бывает так, когда детки надо учить детей, слава Богу, чтобы они сидели и чтобы они смогли да, будет шум, да, будет мы все это прекрасно понимаем и пусть так будет и дай Бог, если не слишком громко, тогда мы будем терпеть. Но когда очень, тогда мама, папа, пожалуйста, что-то, кто-то, пожалуйста, делайте что-то. Не поставьте меня в этом положении, чтобы я не надо было что-то делать лавас, которое иногда бывает. Но не здесь, у пастера бывает такое, что вот, пожалуйста, я не могу здесь проповедовать. Но начинается здесь. И если у родителей есть какой-то комплекс, особенно если какой-то врач или преподаватель или какой-то специалист, какой-то доктор где-то говорит, что у них какой-то синдром. И есть куча таких синдромов сегодня, ADHD, ADD, вот такое, давайте им есть целый перечень болезней, которые вообще, мне больше кажется, что это просто какое-то там медицинское оправдание за то, что люди просто не наказывают, не воспитывают своих детей. Аминь. Эта болезнь называется непослушание. Вот. Болезнь называется дух бунства. Они не покоряют авторитет родителей. Аминь. Это не болезнь. Не надо им давать лекарства. Единственное лекарство это, конечно, палочку. Розгу. Надо им давать. Аминь. Но мне кажется здесь, что его жена умерла. И у Ильи был всегда комплекс. И всегда сказал, вот, давайте сыновья помогите. Он их воспитал, они помогли. Ну, а потом, когда они стали взрослые, чем они занимались? Воровство и прелюбедеяние. Сына священников. Вот. И он ничего не сделал. Вот в чем дело? Он им, как всегда, он действительно кое-что им сказал, но это так как вот эти женщины, которые часто бывают там на базаре. Часто бывают, Ваня, иди сюда. Ваня, перестань. Ваня, 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 иди сюда. Иди сюда, я говорю. Говорю я, иди сюда. Потом они по-разному. Они любят говорить, иди сюда, потом иди сюда, я говорю, потом я говорю, иди сюда, потом сюда иди, да, и потом по-разному. Думают, что вот какой-то там перемещают именно эти слова, и потом вот это, ну, Ваня будет прийти, послушным становится. Потом они громче, потом они более жестоко, и потом вот он их берет, иди сюда, я говорю, и потом он их бьет. Потом маму бьет. это больно. Ваня, пожалуйста, это больно, мама, и постоянно вот так говорит. Я говорю, 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 и ничего не делается. Здесь те же самые. Они просто привыкли, что вот пока папа не в физическом смысле и к ней со силою и к ней остановить, они не будут остановиться. И все. Слова здесь было бесполезно. Он, как первый священник, имел ответственности перед Господом, чтобы он должен был их убрать из-за этого священства. Самый первый раз, когда он услышал, чем они там занимались, надо было их просто убрать и все. Но он продолжал. Так что, братья и сестры, я надеюсь, что вы преподаете. У нас здесь несколько книг. Я рекомендую, я очень и рекомендую, чтобы вы, как Божий народ, чтобы вы немножечко смирились к себе. У нас здесь библиотека, и в этом библиотеке есть несколько книг на воспитание детей. Если у тебя не получается, тогда попросите какой-то совет. Здесь есть книг для наших семейных положений, чтобы вам было все хорошо. Это для вас, братья и сестры. Много труд и энергии, время было вложено, чтобы вот это поколение не повторили грехи прошлого поколения. Прошлого поколения, люди говорят, ну там было все хорошо, но ты знаешь, это поколение градущее не имело вот именно влияния этого мира на них так, как сегодня. Представляешь, что всего лишь 22 года назад не было здесь, всего лишь 20 с чем-то лет, не было здесь интернет, не было здесь спутниковое телевидение, здесь не было кабельное телевидение, не было здесь именно мобильные телефоны, не были никакие планшеты, у людей не были практически компьютеры домашние, не было всего лишь все, что было, было пара каналов на телевизоре. 20 лет назад, всего лишь 20, а сейчас смотрите, это поколение не имело то, что это поколение имеет от этого мира. Не было Facebook, не было ВКонтакте, не было вот фотографии. Я помню, ты знаешь, что мы делали сколько там лет, 20 лет назад. У нас был день фотографии, семейных фотографий, почему? Потому что у людей здесь было мало фотографий, фотоаппаратов. Мы всех собрали, приглашали друзей, давайте мы сделаем именно день фотографии. Все семьи, они собрались, мы их фотографировали, печатали это. Вспомнишь, что было вот такие машины, называются Кодак? 20 лет назад, не так давно, а сейчас у всех в кармане фотоаппарат. Этот мир меняется, братья и сестры. Аминь. И быстро меняется. Если наши детки будут хорошо, если им будет хорошо, и они не будут погибать, тогда нам надо, чтобы они знали о Боге, чтобы они знали, как сидеть здесь спокойно на собрание. Аминь. Им нужны слышать слова проповедника. И потом, третья глава здесь, третья глава, третий стих, и святильник Божий, у вас здесь еще не погас, но я хотел здесь читать, как они здесь перевели первая книга царства, третая глава, и третий стих. А вот, потому что здесь не совсем не тот смысл на еврейском или не на английском языке. У вас здесь и светильник Божий еще не погас. Они немножечко перепутали. И здесь написано, и прежде чем святильник Божий погас в храме Господнем. Поняли разницу? что случилось? Это правило, как здесь написано. Написано в Ветхом Завете, Моисей сказал, что вот этот светильник должен быть, горит постоянно. не надо, чтобы он погас не надо. Это было дело и ответственности священники, чтобы постоянно осиял этот свет от этого светильника. Почему? Потому что это проброз Святого Духа. Он вечный, братья и сестры. Он вечный. И из-за лень, из-за чего-то, я не знаю, это неудобно, я не знаю вот причина, но Ильи позволял, чтобы светильник погас. Погас светильник, и Господь тот момент, тот момент сказал, я найду другую. Так бывает несколько раз в Писании, братья и сестры. И для нас это должен пугать, должен быть, как для нас немножечко предупреждение, что вот, если мы не будем делать то, что Бог говорит, Бог найдет другое. Да, Ильи был призванным, да, помазанным, да, Божий как избранным человеком, да, было родословие, да, было из-за этого кроволиния, да, да, но Бог даровал, Бог вот именно ему дал ответственности, занимайтесь вот этим, этим, этим и этим. И когда Ильи сказал, что вот это, я старый, вот это неудобно, никто не видит, зачем, мы будем экономичить немножечко здесь. Куча причин, которые повторяются у людей сегодня, тот момент, когда погас светильник, Бог сказал, Самуил, не Ильи, Самуил. Братья и сестры, если Господь даст тебе какой-то свет, надо беречь этот свет. Аминь. Когда Бог говорит тебе через этой книге, тебе надо это беречь, тебе это надо верить, тебе надо поступать именно так, как Бог с тобой говорил, и не позволяй, чтобы светильник твоей жизни, чтобы он не погас. Не позволяй, потому что мир этот, дьявол, наш плод, очень хочет, чтобы погас этот свет, чтобы мы просто были как Ильи, чтобы нам было все удобно, уютно, чтобы все было более экономно, чтобы вот все было хорошо нам. Мы не призваны, чтобы все было хорошо для нас, братья и сестры. Вот. Если мы не будем, тогда Бог найдет другое. Хорошо. И следующее, то, что вот была здесь проблема. Четвертая глава из первого стыка. И было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили израильтяне против филистимлян на войну и расположились станом при Авенезере. И филистимляне расположились при Афеке и выстроились филистимляне против израильтян и произошла битва и было поражение израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около четырех тысяч человек. И пришел народ встан и сказал старейшине Израилевы за то, за что поразил нас Господь сегодня пред филистимлянами. Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня и Он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. И дальше здесь написано, что вот Илья Ильи этот позволял. Опять считайте вот здесь четвертый стих. и послал народ в Силом и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на Херувимах и при ковчеге завета Божьей было и два кого? Сына Ильи Офни и Финес Опять когда что-то неправильно делается связан с этим его сыновья. Нельзя чтобы ковчег Божий было использовано таким образом. Ковчег это не было амулет это не было какой-то там удачный предмет не было какой-то то есть они не поняли видно что они далеко от Господа Бога и начали относиться к Богу как это как икон как люди сегодня относятся к иконам как будто этот предмет тебя спасет как будто ты имеешь его он тебя охраняет вызывая какой-то там религиозный руководитель пусть он там рисует к стене тебе пусть поставишь на вашем машине какие-то там иконки вот людей которые вот называются святые и ты знаешь весь народ здесь неправильно с Господом нельзя чтобы они использовали Божий завет ковчег вот так они думали что все будет автоматично и так и хотят сегодня люди одевают крестики распятие иконы свечки они все делаются вот на праздники всякие и думают что этот заменит их ответственности иметь общение с Господом сам предмет тебя не спасет какой-то религиозный ритуал тебя не очищает от греха тебе надо иметь встречу со самым Господом и надо чтобы ты лично перед ним смирил себя покаялись и начали верить то что он здесь написал в своем книге не критиковать не исправлять верить и поступать по ней вот но он позволял он должен было бы и было на его честь если он стоял и сказал что вы не будете пока я здесь первосвященник ты через моего трупа возьмешь именно этот ковчег я здесь стою у воротах и тебе надо убивать меня до того как ты возьмешь этот ковчег и потом он бы был но нет слабый а все хотят все думают у нас была беседа у нас было побеседование у нас был братский совет и в большинстве в демократии голосовали и значит что все будет хорошо я за того что было единомысленное что я за того что будет единство в церкви я за того чтобы был совет чтобы мы собрались но когда что-то очень ясно что-то против Божьего слова надо чтобы был охот одного голоса который говорит не не я аминь ну вот так и есть сегодня как или верующие бог им давал кое-что как ковчег что-то очень дорогое как Библию и люди позволяет чтобы люди забрали слово Божье от них а это тебе не надо уже на собрании в Америке люди даже и не открывают свои Библии я был я слышу у одного брата у нас есть наши знакомые считается что они наши и уже гимники не надо Библии не надо на собрании все что тебе надо это планшет телефон и даже если у тебя этого нет тогда в стене вау похоже было время в Израиле когда они забрали все оружие у израильтяне и даже им было нельзя иметь именно чтобы сапад острые инструменты как оружие им было нельзя и если бы был нужда сапад им надо было подойти к филистимлянце чтобы они точили очень похож в духовном смысле как сейчас у верующих где меч господин господня вот он здесь мне не надо подойти к миру чтобы понять что здесь написано амин спросить их мнение а как ты считаешь о гомосексуализме мне все равно что ты думаешь о гомосексуализме я уже знаю что Бог думает о нем амин амин вот хорошо так что пока у тебя есть литература библия свобода трактаты хорошая музыка это надо беречь это надо защищать братья и сестры почему потому что ковчег это предмет это 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 пробы божьего божьей славы там Господь его сущность его присутствие именно там пребывал если мы желаем чтобы Божье присутствие было здесь нам придется стать настражем амин и сказать не здесь вы хотите там танцевать дискотекам делайте вот из-за вашего собрания пожалуйста но не здесь да ты хочешь чтобы мы убрали кафедры потому что мешает нас и давайте поставим вот именно такое хорошее вот барабанчики вот такие или как называется барабаны нет давайте мы это убираем давайте библии убираем давайте вот все чтобы было удобно зачем тащить ой зачем вот тащить вот эти большие библии ой бедные нет я люблю когда вот именно большая амин у моего тесть у него была библия и между страницами там была пустая страница где можно вот именно поставить заметки и эта библия была вот такая он перепугает все которые видели он ходил с этой библии вот так вот так и потом люди да было видно их глазах он фанат я вот хорошо хорошо третье какие наказания он пережил за его грехи быстренько самое первое за то что он облегчал Анна за то что она не сделала он просто пережил смущение он был смущен бывает мы что-то глупо говорим а мы что-то право не делаем что-то плохо говорим и он пережил смущение и было бы хорошо если бы это было все это терпимо но за то что он не убрал своих сыновья из-за это служения священствах он потерял священства навсегда это вторая глава и тридцатый стих это тех людей которые видно что они разбаловали своих детей не воспитывал не воспитывали их детей и потом старости они все старости жалеют если если бы если бы я послушал слово божие если бы я воспитывал если бы я просто когда библия сказал что вот не надо вот шадить из-за их не крики если бы но уже поздно я знаю одна сестра она хорошая сестра мы было разговор о восхищении и она я не хочу чтобы восхищение было скоро я говорю давайте чтобы было сегодня я хочу домой я уже хочу увидеть Иисуса Христа хочу чтобы он уже получил свое царство она нет не хочу и я думаю что это такое положение сердца человека верующего должен быть всегда за то что ей гради Иисуса если так тогда ты получишь именно награду амин брат Иисус она нет мои дети они не знают Господ некоторые не спасенные некоторые живут в отступничестве я не хочу я хоть понимаю но где ты был когда они были маленькие когда было возможности когда этот цемент еще было плаванное когда она была еще мягкая когда можно было формулировать когда глина еще была мокрая когда характер братья и сестры вот именно кристаллизируется тяжело у тебя есть дурные привычки в своей жизни у тебя есть меняться легко тем старше тем сложнее аминь но он этот потерял за то что он позволял чтобы угасло погас этот свет светильники он потерял общение с Господом а как у тебя именно как твой свет в своем сердце если ты позволял чтобы угасло этот свет с Господом тогда сегодня что делать тебе всего лишь надо искра все что надо чтобы было именно пожар это искра давай чтобы искрило именно твое сердце сегодня в любви Божьей кормить как начинается немножечко и когда я заметил что когда есть хоть одного горячего брата хоть одного одной вот горячая сестра это как угли когда они вместе и передается аминь братья и сестры за то что он позволял чтобы ковчег был взятый он погиб за этого 4 глава 18 стих он погиб и как он погиб он был слепым как было у леды киска и такой церковь без детей это прообраз того что у него не было никакие как называется никакие души прообраз на это говорится о тех которые умерли спасенные да священники да но они идут домой без никакого плода не привели никого ко кресту и это печально брат и сестра и он умер вожелая именно этот ковчег он просто когда он слышал о ковчеге он просто вспоминал что когда-то я вспомню давним давно когда все было хорошо с господом он умер в состоянии когда он просто жил еще далеко он он просто умер в таком состоянии без детей вот слепым и он просто вожелел чтобы вот было так как было со своим молодостем и брат и сестры давайте чтобы мы не кончили свой бег так я бы хотел чтобы вот было так братья и сестры лучше 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 ярче свяще чище умнее мудрее более щедрее аминь братья и сестры лучше вот так что у нас я верю что он был спасенным он да божий ребенок был один из этих святых в ветхом завете и мы когда-то будем его увидеть а его сыновья навряд ли но он был спасенным и братья и сестры если господ вдохновил и чтобы вот его история была включена в писание значит что он вдохновил для нас чтобы мы не были такие которые начали хорошо но кончили плохо давайте прибегнем к господу в молитве так так